Ржевский Кирилл представляет Итак, всех приветствую, ребята! С вами снова я, Кирилл Ржевский, и это мой уже, по-моему, пятый видеоурок о том, как активировать Windows 7 64-битную By Romeo после её установки на ваш компьютер. Потому что у вас, сейчас покажу, когда вы установите Windows 7 и зайдёте в свойства системы, будет вот такое вот написано в самом конце, ну, в конце ярлыка. В конце ярлыка вы пролистите вот так вот вниз, у вас будет написано, осталось 30 дней для выполнения активации, активируйте Windows сейчас. Вам нужно ввести ключ продукта, но ключ продукта платный, так как всё это лицензионно. И сегодня я покажу вам способ, как это всё сделать бесплатно и, самое главное, очень быстро. Итак, вам понадобится активатор. Активатор Windows, Windows Loader by DAS. Версию я не говорю, потому что у вас может быть другая версия, но это не имеет никакого значения. Главное, что он у вас есть. Ссылку на этот активатор я кидать в описании не буду, потому что после установки Windows 7 от Romeo у вас уже будет установлен на рабочем столе этот активатор. Я его скачал отдельно, потому что я, когда 3 месяца назад скачивал, устанавливал Windows 7, я его активировал в Windows 7, потом этот активатор удалил. Поэтому я отдельно, собственно говоря, его заново так же скачал. Пользоваться им очень просто. Вы просто нажимаете на него и вот он, зелёненькое такое, зелёненькое окошечко Windows Loader. Просто нажимаете «Запустить» и ждём, пока он запустится. Просто ждём. Должен вроде бы недолго запускаться. Собственно, всё просто и легко. Значит, у меня осталось, ребята, два видеоурока по линейке Windows 7 64-разрядный. Это вот этот видеоурок, извиняюсь, что заикаюсь о том, как активировать. И будет ещё один видеоурок о том, собственно говоря, как уже, ну, сделать Windows 7 удобной для использования. То есть, что нужно скачать, то есть, что нужно сделать, чтобы удобно пользоваться уже Windows 7 64-разрядный. Так, в общем, пока я тут говорю, уже появилось окошко. Вот оно, собственно, собственно говоря, как выглядит активатор. Тут вы ничего не смотрите, профиль OEM, этого ничего тут не смотрите. Кстати, вам важна вот эта вот вкладочка «Installation». И, собственно, всё. Просто всё легко. Вы просто нажимаете «Install». Просто нажимаете «Install». Так, я этого делать не буду, потому что зачем? У меня уже всё активировано, но я вам покажу на примере картинок, как это у вас всё будет происходить. Вот, собственно говоря. Вот, сейчас, секундочку. Вот, просто нажимаете «Install». И у вас проходит линия загрузки. То есть, вот эта вот линия у вас проходит. Она у вас должна пройти до конца, ребята. Собственно, когда она у вас пройдёт до конца, это займёт, может быть, извиняюсь, минуты, наверное, 3-2, скорее всего, в зависимости от мощности вашего компьютера. И у вас потом появится вот такая вот рамочка. То есть, рамочка с перезагрузкой компьютера. Вы должны нажать «Restart». Рестарт, то есть, с английского «Перезагрузка». Нажимаете «Restart». У вас перезагружается компьютер. И, собственно, всё. У вас активировано Windows 7. Так что, ребята. И у вас будет... Вы зайдёте в «Свойства», собственно говоря, да. И у вас будет написано, что активация Windows выполнена. И справа будет стоять такое синенькое окошечко, что у вас выполнена активация Windows. Собственно, всё это очень легко и очень просто. Так что я говорю правду. Так что... Всё у вас получится. Значит, ещё что хочу сказать, что многие спрашивают... Ну, не многие. Там спросил один человек, собственно, удалится ли всё с компьютера после переустановки Windows 7. Как бы удалиться? Потому что вы наносите на свой компьютер чистую, абсолютно чистую Windows 7, чистую операционную систему. Конечно, всё удалится. Вы, наверное, можете сказать, что вот можно перейти, как-то просто перейти, да, вот с 32-битной на 64-битную. Можно. Можно перейти, но я советую лучше уж начисто сносить, потому что может работать фигово тогда у вас система, потому что в ней так и так останутся файлы 32-битной системы, и будет у вас полная неразбериха. Лучше уж чисто перейти на 64-битную систему и уже перейти на новую чистую Windows. Так что, ребята, вот так вот. Поэтому я уже и говорил вам заранее, что нужно сохранять все ваши файлы, ваши нужные файлы на флешку. Покупайте флешку как минимум на гигабайт 16, если у вас много там всяких файлов. Сохраняйте и просто переносите на новую Windows. И все. Ладно, не будем уже на этом зацикливаться. Собственно говоря, в этом видеоуроке я рассказывал вам, как активировать Windows 7 от Romeo с помощью активатора Windows Loader by DAS. Опять же говорю, ссылку не скидываю, потому что он у вас уже будет после установки. И все очень легко и просто, собственно говоря. Это был видеоурок о том, как активировать Windows. Следующий видеоурок будет последним. Последним по линейке видеоуроков о 64-битной операционной системе Windows 7 by Romeo. Он будет о том, собственно говоря, как уже сделать Windows 7 пригодный для использования. Что нужно сделать, какие программы нужно установить и все мои советы. Это уже будет в следующем видеоуроке. А на этом все, ребята. Извиняюсь, что я так затянул этот видеоурок. С вами был Кирилл Ржевский. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если кому-то я, конечно, помог. Пишите, что вам непонятно. Собственно говоря, я всегда всем отвечаю. И слушайтесь мамку, ведите себя хорошо, не получайте плохих оценок. Всем пока. Увидимся через неделю. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok